Мы с вами активно начинаем заниматься подготовкой проекта нового трёхлетнего бюджета на период 2018-2020 годов. Сегодня мы обсудим и наши подходы к прогнозу за тем, чтобы выстроить баланс между доходами и расходами бюджета, естественно. К подходам к сценарным условиям мы определились ещё в середине апреля. Напомню, это было заседание правительства, был принят, так называемый, базовый вариант. Работать мы продолжим на его основе. Подходить, конечно, ко всем нашим с вами решениям нужно предельно прагматично. Никаких завышенных ожиданий быть не должно в силу понятных причин. И даже несмотря на то, что в начале года цены на нефть держались чуть выше, чем планировалось, сырьевой рынок остаётся весьма нестабильным. Это видно по тем колебаниям цен, которые были зафиксированы и на прошлой, и на позапрошлой неделе. Ну и сохраняется, конечно, и действие других негативных факторов. Более того, целый ряд из них может даже усилиться. Я имею в виду так называемые санкции. Действуют ограничения по доступу на рынки капиталов. Всё это нужно учитывать. При этом мы обязаны обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджетной системы, проработать все её возможности, учесть ресурсы, потребности, выйти на приемлемый уровень дефицита. Ну, по максимуму, как мы с вами и договаривались, использовать проектный подход при решении основных социально-экономических задач. Правильно концентрировать ресурсы, чтобы они дали необходимый результат. Тем не менее, нужно помнить, что это не просто цифры, это бюджет главный нашей страны, это жизнь людей, жизнь тех, кто напрямую зависит от выплат из бюджета. Кроме того, одной из главных задач бюджета на ближайшие три года остаётся поддержка роста экономики, который возобновился в последнее время, закрепление позитивной динамики по целому ряду важнейших показателей. Эту тенденцию нужно постараться усилить, добиться более уверенного роста промышленного производства, конечно, постараться выйти на более высокие реальные доходы для граждан нашей страны, в том числе за счёт достижения низких уровней, низких темпов инфляции, ну и, соответственно, умеренной индексации тарифов на основные виды платежей для населения. Мы хотим поддержать наметившийся рост инвестиций, это и транспортный комплекс, и строительство в целом, и обрабатывающая промышленность, но и целый ряд других отраслей. Вы знаете, где у нас какой рост, как наблюдается. Сельское хозяйство, конечно. Рассчитываем также мы все и на то, что доступность кредитных ресурсов также будет постепенно расти. Нужно концентрировать ресурсы, чтобы они дали необходимый результат. Тем не менее, нужно помнить, что это не просто цифры, это бюджет главный нашей страны, это жизнь людей, жизнь тех, кто напрямую зависит от выплат из бюджета. Кроме того, одной из главных задач бюджета на ближайшие три года остаётся поддержка роста экономики, который возобновился впоследствии. Я имею в виду так называемые санкции. Действуют ограничения по доступу на рынки капиталов. Всё это нужно учитывать. При этом мы обязаны обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджетной системы, проработать все её возможности, учесть ресурсы, потребности, выйти на приемлемый уровень дефицита. По максимуму, как мы с вами и договаривались, использовать проектный подход при решении основных социально-экономических задач. Подходить, конечно, ко всем нашим с вами решениям нужно предельно прагматично. Никаких завышенных ожиданий быть не должно в силу понятных причин. И даже несмотря на то, что в начале года цены на нефть держались чуть выше, чем планировалось. Сырьевой рынок остаётся весьма нестабильным. Это видно по тем колебаниям цен, которые были зафиксированы и на прошлой, и на позапрошлой неделе. Ну и сохраняется, конечно, и действие других негативных факторов. Более того, целый ряд из них может даже уйти не время. Закрепление позитивной динамики по целому ряду важнейших показателей. Эту тенденцию нужно постараться усилить, добиться более уверенного роста промышленного производства. Конечно, постараться выйти на более высокие реальные доходы для граждан нашей страны. В том числе за счёт достижения тех самых низких уровней, низких темпов инфляции. Ну и, соответственно, умеренной индексации тарифов на... Мы с вами активно начинаем заниматься подготовкой проекта нового трёхлетнего бюджета на период 2018-2020 годов. Сегодня мы обсудим и наши подходы к прогнозу за тем, чтобы выстроить баланс между доходами и расходами бюджета. Естественно, к подходам к сценарным условиям мы определились ещё в середине апреля. Напомню, это было заседание правительства. Был принят так называемый базовый вариант. Работать мы продолжим на его основе. Работать мы продолжим на его основе.